привет меня зовут лилу вы смотрите программу 18 плюс секс сам по себе приятен и сногсшибателен в прямом смысле этого слова он таит себе много мистического и таинственного и когда вы добрались до самой высшей точки наслаждения так ли важно насколько красив или некрасив ваш партнер обо всем этом в программе лилу 18 плюс добрый вечер друзья вы смотрите программу лилу 18 плюс вы знаете что вам не будет скучно а я знаю что мне не будет скучно потому что в гостях у меня известный украинский артист музыкант харизматичный мужчина с брутальной харизмы арсен берзоян 47 плюс у нас программа для взрослых арсен арсен воспринимает на самом деле знаешь одна моя знакомая и шоу-бизнеса тоже когда увидела те впервые он сказал ну ты такой арсен знаешь такой настоящий мужик такой мачо вот он выходит на сцену и просто вот все женщины просто вот замирают и зашли захотелось посмотреть тоже такой арсен мерзоян вот тогда в самый первый раз вот так говорили тебе женщины что думаешь об этом ты ну прекрасно тебе это нравится 37 плюс тебе это льстит я вижу на самом деле это не может мне нравится я не хочу разрушать мифы и стереотипы и поэтому мы молча с арсеном посмотрим на экран и призываем вас чтобы узнать что-то новое об арсене мерзояне хорошо арсен мерзоян украинский виконавец автор усіх своих песен учасник шоу голос країни мае характерный тембр та манеру виконання професійно музичної освіти немає він починав з дворових рок-гуртів у 2011 році став учасником шоу голос країни також у 2011 році відбулася презентація дебютного альбому гуцики добре малюю вправный кулінар полюбляет спорт езду на велосипеде так волейбол как ты думаешь а кому в шоу-бизнесе живется легче красивым или не красивым богатым богатым это понятно а если богатый и некрасивый как неважно вообще а можно стать красивым за деньги нет а для тебя имеет значение только внешняя красота или внутренняя для сцены имеет значение все а для жизни для жизни на жизни вообще не важно ты знаешь почему так много задаю вопросы потому что тема сегодняшней программы секс красивыми и некрасивыми влияет ли внешность на качество сексуальной жизни и удовлетворение но эстетика есть эстетика то есть ты обращаешь внимание на улице на женщин это видишь красиво не красиво и вообще подсознательно реагирую на любое созданное не знаю творцом прекрасное где приклали любовь это неважно это женщина или это автомобиль или это архитектура или ну неважно вот все прекрасное привлекает к себе внимание подсознательно вот все равно и но я вважаю что зовнішність абсолютно важлива в сексе тому шо ну и шо приде негарно некрасиво люди то як з ним займаться сексом типу я вообще не знаю как может внешность влиять на качество сексуального удовольствия ты либо расслаблен либо нет мне кажется что внешность не влияет никак тебе должен быть человек приятен и ты должен его хотеть все ну вообще внешность конечно очень важна и я считаю что обязательно нужно быть подтянутым спортивным но не факт что тебе будет хорошо в сексе однозначно мне кажется лишний вес лишний живот в любом случае мешают а ты считаешь себя красивым мужчиной не знаю я не даю себе оценку а вот это не стоит будет у меня кризис среднего возраста и тогда ты начнешь рассматривать себя в зеркале скажи пожалуйста артисты мужчины они как-то ухаживаются за собой по особенному это не просто красивые или некрасивая от природы это мужчины и артисты не знаю а ты мужчина музыкант мужчины и артисты на 70 процентов женщины поэтому мы должны за собой ухаживать у тебя очень приятное было видео на одной из последних песен я к сожалению помню как называется можешь я когда я даже на своей семье в фейсбуке написала что и ну как бы у артистов не принято хвалить и работают друг друга но я публиковала твое видео написал что мне очень понравилась очень хорошая работа на борщевский аплодисменты я не лез вообще никуда не в смерти и вообще ни во что я доверяю этого человеку и сама история я знаю все наши с ним беседы все пробы пера и свой первый клип как-то женщины да да всегда влияют а как они влияют по-разному влияют иногда злюсь иногда нет иногда злюсь песни рождаются от злости чихаря говорю спасибо песни рождаются от любой эмоции которые ты эмоциональный человек да мне кажется ты ужасно эмоционально вот я сейчас сидишь и вот так вот держит руку вот и сдерживаешь какую-то эмоцию видно мою руку когда я не вижу друзья я скажи пожалуйста вернемся таки к теме программы секс нет тема программа у нас да собственно говоря секса красивых и некрасивых людях скажи пожалуйста как муж сексе какие люди больше преуспевают красивые некрасивые с какими интереснее и лучшие увлекательные при женщины знаете они там как-то обаятельных мужчин любит им эстетика не нужна мужчинам наоборот эстетика нужно эти банера там я не помню какое-то количество завидных невест у меня сразу вопрос она владелец завода и на эти люди хозяин отеля на лазурном берегу в общем чем завидно это невеста очень красивая женщина это эстетический как это эстетика не знаю пять три лет а дальше это а как хорошо поддержать вот эстетика грузинская мудростью несколько да говорит женщина должна сначала стать другом хорошей любовницы и только потом женой это долгий процесс ты когда перечислил мне кажется это может протянуться на год так за эти годы можно как-то есть такие шутки да если бы посмотреть на женщину то можно увидеть как она выходит замуж это может и будем говорить шутками слушай мне нравится я только закидываю тему а ты уже сразу продолжать скажи на какую женщину может плюнуть арсен мир заяна просто опиши ее тони матриянка это понятно а можешь описать вот что в тони матриянка такого на что это зацепило вот как как ее описать вот на фотосессия одна в телевизоре на другая а люди на улице и говорят что а вы в жизни лучше и я так посмотрел думаю и лучше она в жизнь на какие-то какие человеческие качества вот тебя цепляет ой ну тут как бы наверное все таки дополнение к себе то чего тебе не хватает социологи считают что если сравнивать секс красивых людей некрасивых людей допустим девушек то с некрасивым получаешь удовольствие больше потому что они больше стараются согласен нет ни с этим утверждением не согласен а вообще нужно стараться в постели что значит стараться можно так стараться и не слышать партнера и стараться себе там на уме и крутить педали да да кручу 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 педали отрегулировать сцепление что важно вот да вот просто наверное вот первый контакт он всегда конечно такой скованный это когда актером скованные актеры когда вот он свою роль там читает и ты ему говоришь слушай выдохни выдохни и нормально скажи что ты хотел сказать не женщины которые вот этот вот секс в темноте не знаю боящие женщины когда стесняются показать вдруг они видят все какие-то недостатки и они из этих недостатков может вообще все закончится мужчина до зажечь свечу какую-нибудь наличь на грамм да да вот это помогает то это да помогает что еще помогает расслабиться бармен помогает до 3 бармен это третий человек на площадке бармен думает как третий человек на площадке очень помогает бармен знаете когда подходит бармен не скажешь где кто вот вот смотри вот там скажи пожалуйста есть автобиографичные песни у тебя в репертуру все автобиографии можно по ним отследить какую-то вот линию жизни как ты отдыхаешь адреналин как говорил мой тренер если на тренировке нет какой-то вот прям доли адреналина тренировка прошла зря у арсена мерзия на зря ничего не проходит и даже сегодняшняя программа это не зря потому что мы переходим к следующей рубрике ликбез для взрослых арсен достаточно на взрослые того чтобы ответить на мои сложные коварные пикантные вопросы индусы всегда чтили эстетическую сторону вопроса как ты думаешь каков дресс-код настоящего хорошего добротного индусского любовника во что должен был одет когда приходил на самом деле если кто-то откроет youtube и посмотрит как индусы занимаются сексом вообще женщины легкого поведения в индии вот эту всю эстетику если кто-то увидит вот это вот все бред вообще просто если увидите как работают как проститутки индии наверное санитария в туб диспансере лучше чем а мы вообще говорим о древних индусов они сегодняшние индии они ничуть не в это не помолодели ну так давай арсен все таки представим вообразим чем приходят сады вот во всей своей древности вот которая могла быть вот он не мылся 70 дней вот эту всю древность принес с собой так думает арсен мерзаян а что думает наши звезды мы сейчас посмотрим халат не на мусульбуты как повязка небольшая интрига чиня или может как импочка такая а мне кажется что дресс-код хорошего индусского у любовника ничего наверное какую-то шапочку индусский любовник имеет может быть бороду волосы как-то нет видишь никто не угадал на самом деле они украшают свой орган любви цветком видишь как разумно экономно и индусы нет я понял конкретно мужчины мужчины пришел уже с букетом сразу дополнил пришел дополнил букет я бы сказал на этой оптимистичной ноции мы уходим на рекламную паузу не переключайтесь я приветствую всех тех кто только присоединился к нам гостях арсен мерзаян и сейчас 10 горячих вопросов для горячего мужчины я здесь что ты будешь искренне честно отвечать на сколько ты часто бываешь искренним ты задумался как-то так много значительно и смотришь в сторону да человек человек понимает что я искренне не хочу от ну в собеседник вдруг если вдруг хочет узнать искренен ли я совершенно искренне ему говори что нет я не бываю и не дали а с собой ты бываешь искренним это с собой конечно да говорят с собой сложнее всего 50-го и искренним и правдивым самому себе можно лгать можно многие врут и живут в этом обмане вы знаете которые не взрослеют такие мужчины ситуации наедине с собой вот себе угадят ты говоришь сам собой 10 горячих вопросов для арсена мерзаяна ты разделяешь работу и личная жизнь если вы вдвоем вместе на работе вот на сцене вот вы и на сцене исключительно дома вы исключительно дома но конечно получается да они ссоритесь по работе то бывает а как часто вы ссоритесь постоянно это же работа а как быстро вы мире сразу же на месте тебе не делал не в этом просто этаж полемика поэтому бывает у всех какие-то разные видения ощущения отсюда разные какие-то траектории там в голове прорисовывается и амбиции опять же я только чем ступаешь на чужие амбиции либо все таки ты даешь какую-то особо дом не бли strains а люблю а люди ты не любишь тебя красота любишь ну люблю во в тот вас вот она мне детально нравится и вот так же людей и люблю детально в целом и в целом тебе нравится больше умные девушки и красивые и житейская просто мудрость вот их называют более-менее умными девушками мудрые есть умные есть красивые из таких ты любишь вечных значит вечных подожди вот тоже собирательный образ женщин для свободных от шаблонов ты поешь в душе неудобно вода врут ты умеешь готовить какие-то вы коронные блюда все что ты все все готовить делаю как не делаю есть эксперименты но эксперименты чаще всего зависит незнание продуктов в большом каком-то перерыве бывает теряешь сноровку я помню я последний раз когда я готовил наполеон девочки он готовит наполеон не ну это такое а он шокирует я доверился вот это я доверился обложкам взял какой-то маргарин такой довольно смешной и в общем все что мы делали я подумал наполеон не получится давай печенька делать но и печенька были очень смешные из этого всего я решил что вот тот советский маргарин это был идеал а вот теперь как найти вот путем проб и ошибок в том да и дел нет времени на скажи секс на одну ночь это хорошо или плохо секс на одну ночь если тебе не больше двадцати двух наверное да прекрасно а если больше ну если больше уже наверно надо задумываться а то потом люди делают глупости женятся и короче носил когда ли по белые носки а сегодня белых носках мы не готовили этот момент на самом деле если у тебя талисманы какой-то есть может спортивная обувь предполагает белые носки если себе талисман да и какой говорят очень часто музыкантов есть талисманы перед выходом на сцену они там его целуют натирают укладывают куда-то что ты обычно делаешь перед выходом на сцену ну как ты себя настаиваешь на свой скажем свой сольный концерт я выхожу как вот с радостью в бой я знаю себя вот как спортсмена когда ты выходишь на площадку готовы всех порвать и вообще трепещите все вокруг если тренер еще дает тебе установку вот этого нападающего надо свалить им чтоб он больше даже не ходил но если будет хромать тоже подойдет поэтому ты выходишь реально в бой и на сцену тоже выходишь такой вот в бой сексуально есть разные концерты да но к чему-то посвящено или какие-то новые идеи или но не всегда волнительные впервые в первый раз с какой песни проходит волнение с какой да без названия можно по счету сказать все определенных артистов по разному кого-то с 3 песни у кого-то спятой танец первой сразу а бывает и вот концерт памяти владимира семёновича чуть-чуть волнительный был в начале но поскольку мы делали это впервые и довольно сложная была программа на аранжировку георгия гараняна и в общем-то ответственность большая на этом всем но вот где-то вот да с песни 3 4 мы поняли что это реально качает и и зал вообще разорванный и в общем то и мы уже сами такие же это сленг извините вот и в общем вот то что называется искусство вот она реально разрывает на на шматки всех нас слушателя вот изначально конечно волнуйся даже не твое творчество и иди что ты сейчас вышел собрался петь лучше чем владимир семёнович это тоже преступление поэтому а лучше ансамбля мелодия играть это вообще вызов да сексуальный тембр голос это какой сексуальный тембр на каждого слоя это вот это воздействие там себе на у китайцев свой их видос приехал и все и миллион и порвал а для тебя сегодня ты герой программы сегодня у меня сексуальный голос какой сексуальный тембр голоса для тебя я помню один такой за таких моментов это вот в своем подростковом возрасте для меня сексуально прозвучало в то время вот только-только появилась джоан osborne вот это было наверное да блантинки или брюнетки все равно если бы у тебя была машина времени куда бы ты отправился если бы у меня была машина времени куда бы я отправился не готов я был к такому вопросу раз пока арсене заян думает мы с вами отправляемся в новую рубрику правил письма о главном нам пишут я тебе говорила люди и ты должен дать свой компетентный я надеюсь ответ потому что жизненный опыт я вижу по глазам он есть и так мне 27 лет я обеспокоена тем что сексуальное желание моего нового парня кажется мне странными во время секса он хочет шлепать меня но это еще куда не шло но кроме этого он хочет чтобы я шлепала его и я не получаю от этого удовольствия он также любит связывать меня и также мечтает чтобы я привязала его и выпорвала настоящей плеткой я даже не могу себе представить в этой роли неужели мы несовместимы дарья пишет и просит прокомментировать эту ситуацию как быть а если любовь а вот сексе с плеткой не хочет что я об этом говорил сначала надо стать другом хорошей любовницей но не все выдержит время так вот они не могут даже в сексе найти решение с плетками а чтобы бывает дружба между мужчиной и женщиной по-моему ты говоришь такие противоречащие вещи ну у тебя есть женщины друзья давай начнем с этого да и как могут дружить мужчины и женщины в общем это вот из сродни жена ты мне друг давай вызовем женщин легкого поведения женщина когда а нет муж муж жена давай вызовем она говорит на ней в доме не будет мы поедем к ним это были шутки от арсена мерзаяна сегодня у нас творческий вечер шуток если вы на самом деле там что-то девушки то они ну что не делать парень нравится вроде сердца пошли путь она его не хочу шлепать боится да что почему вы будете шлюпать спасибо дарь и дарит чем будете шлюпать вам не десна его шлюпать шлюпайте его себе на здоровье он хочет шлюпать его да господи есть плетка жать его плеткой то есть ты не видишь в этом еще стране да я наверно очень молодо поэтому 27 лет дарья ну тем более себе было 43 43 уже не надо шлепать там уже другие проблемы совсем вообще как не потерять вкус сексуальной жизни женщина с которой ты живешь больше пяти лет тоже где-то была такая юмористичная песня наркотики бухло и энергетики только это спасет ваш союз я шучу такая глупость волочная как не потерять вкус да но тут наверное надо все-таки развиваться вот именно духовно и физически нет вот самый физиологический контакт новые ощущения новый не всегда иногда люди вот просто занимаются себе сексом там на протяжении 30 лет а толку нет толку никакого да поэтому развивайтесь друзья это был совет да ты номер за потом оказывается на практике что человек в своей жизни все эти 30 лет занимался просто сексом ну каким-то традиционным и в общем то а жизнь прошла мимо и вспомнить недопониманием там и а ведь организм надо познавать возможности мы же видим как люди могут в спорте то вот так друзья познавайте себя узнавайте новые возможности так как я сегодня узнала по-новому арсена мирзаяна спасибо тебе за то что нашел время приехал сегодня в вечернюю студию пожелать что-то нашим телезрителям на сон грядущий но так чтобы сны были красивыми множественных оргазмов коротко и со вкусом до новых встреч друзья посмотрев программу вы наверное поняли что главное от всего в своей жизни получать удовольствие и желаю вам красивых снов и до встречи ровно через неделю